Марк Хант против Джастина Виллиса Зеркальное человеческое уважение, уважуху просто, вот респектища, да, он никогда не был атлетом, он всегда был такой вот самуанский такой бочоночек, да, с пузиком таким там, зеркальная болезнь, все дела, и при всем при этом он выходил и вырубал народ, просто укладывал одного за другим. Если кто-то имел неосторожность его недооценить каким-то образом, его правую колотуху, они потом оказывались все на канвасе в роли тряпичной куклы, и было жалко на них смотреть. Марк Хант, несмотря на свои 146 лет, несмотря на целую серию из поражений, да, он проиграл Алексею Олейнику, до этого он проиграл тоже Нгану по очкам, и при всем при этом он по-прежнему очень опасен. Его удар, динамит из его кулака никуда не подевался, сколько бы ему лет не было. Да, конечно, он уже не столь хорош функционально, потому что он не в состоянии драться 5 раундов, и мы помним прекрасно бой с Алексеем Олейником, и мы видели, что он реально начал уставать. Уже в первом раунде он начал серьезно уставать, хотя, в общем-то, Алексей Олейник его загрузил, загрузил, безусловно, но не настолько, как раньше. Поэтому сейчас Марк Хант, безусловно, боец на спаде, да, это такой гейткипер, который проверяет проспектов, и вот как раз этой самой проверкой Марк Хант и выступит сейчас против господина Виллиса. Кто этот парень? Да хрен его знает, кто это на самом деле, потому что он провел всего один бой в UFC, у него неплохая ударная техника, такая достаточно нестандартная, он очень сильно бьет, но при всем при этом он сырой, он очень сырой. И вот как раз и для Марка Хант это будет очень полезный бой для того, чтобы закрыть поражение, и для Виллиса это будет хороший бой для того, чтобы проверить себя на фоне вот этого самого опытного, этого зубра, этого титана, боев смешанного стиля. Кто эту проверку пройдет лучше, сильнее, в этом и весь вопрос. Я думаю, я думаю, что Марк Хант на опыте затащит, и я уверен, что он одержит победу нокаутом.